Новые важные заявления о ходе расследования катастрофы пассажирского Боинга под Донецком. И они ставят под сомнение выводы Международной комиссии, озвученной Советом Безопасности Нидерландов. В концерне «Алмаз-Антей» заявили, что авторы отчета, обнародованного в Голландии, недобросовестно использовали данные российских военных специалистов, исказив их с точностью до наоборот. Речь о карте с указанием района, откуда предположительно был произведен пуск ракеты, поразивший лайнер. На рисунке, который приводит в своем докладе комиссии, обозначена местность к юго-востоку от поселка Тореса. И утверждается, что место пуска якобы соответствует расчетам «Алмаз-Антей». Однако в концерне подчеркивают, эту самую карту российские специалисты использовали только в качестве исходных условий для следственного эксперимента, который, в свою очередь, как раз наглядно доказал несостоятельность в версии о том, что самолет мог быть сбит ракетой из района Снежного. Напомню, в день обнародования итогового отчета концерн «Алмаз-Антей» представил результаты масштабной реконструкции, в ходе которой воссоздали зону поражения от зенитной ракеты, попавшей в лайнер. И, как было заявлено, подтвердили данные о том, откуда был произведен пуск. Эти результаты говорят о том, что ракета была выпущена с территории, подконтрольная украинским силовикам из района села Зарощенское. От поселка Торес совсем другая сторона. И таким образом, как говорят в «Алмаз-Антей», получается, что в докладе Нидерландов использовались данные, вырванные из контекста. Накануне в Росавиации тоже указали на несостыковки, заявив, что Москва будет настаивать на возобновление расследования. Субтитры создавал DimaTorzok